Слава Украине! Привет всем от Полонского! Мы уже не раз с восторгом смотрели на Россию, как она благодарит родственников у кондропупленных чмобиков за то, что они послали своих воньков-дурачков воевать за Путина в Украину. На вот эту российско-фашистскую войну в Украину. Чего там только не было. Давайте вспомним. Такое небольшое из этих... наград. Помню, был тортик и газетка. Не, не газетка, цветочек. Помню, был куб льда в Якутии. Представляете, какая красота? Мороз такой, все красиво, замечательно. Тебе при этом куб льда привозят. Были замечательные... Замечательная рыба хек. 5 килограмм мороженое. Но там получилась промашка. Значит, они ее когда отдарили вот этой вот семье, получилась промашка. Получилось, что там килограмм льда было. И как-то получилось, живого веса рыбы было только 4 килограмма. Чему, значит, родственники вот этого вот у Кондропупленого остались, ну, как-то вот недовольны. Да, вот тут они людей, конечно, немножечко смутили. В то же самое время был прекрасный подарок. Вы потом поймете, к чему я веду. Был прекрасный подарок в Тыве, да? Когда вот за у Кондропупленого пьющего барана привезли самого настоящего шерстяного, вообще не пьющего. На четырех ножках. Вот тут действительно да. Тут что да, то да. Вот. То есть, разное. Да, билеты в цирк, но тоже такое, знаете, давали билеты в цирк на такое мероприятие. А тут чмобик. Эх, хотя хрен с тем чмобиком, тут же клоуны выступают. Тоже нормально было, да? Вот. И венцом этого всего, значит, был килограмм пельменей. Килограмм пельменей, это серьезно. Но вот никто до сих пор не знает, из чего именно они были сделаны. И как-то, знаете, вот не по себе становится от того килограмма пельменей. Не знаю. Хотя говорят, что родственники сожрали, говорят, очень даже вкусный. Ванька был. Ух, да нет, конечно. В чем это я? Да. Ну и к чему я веду, значит, что тоже все мы про двухсотых чмобиков, про двухсотых. За них там родственникам привезли, тебе пельмени. Хорошо. Хорошо, но мало. Ну ладно, хоть пожрали нормально раз в жизни, да? А тут же, значит, Волгоградская область, вот наши дни, вот сейчас, абсолютно живой чмобик, но, как говорится, без, не в полном, ну, как сказать, не в полном составе, да? Не в полном составе есть отсутствующие части, которые остались в Украине. Вот. То есть он нуждается в лечении. И ему решили, значит, так помочь. Помочь решили, пока он еще не двухсотый, а всего лишь трехсотый, да? И они ему передали царский подарок. Значит, дали ему два ведра морковки, два ведра морковки и пакет с луком. Ну, я вам скажу так, я же не знаю, опять, может, они подумали, что он ишак. Ишаки, в принципе, да, перед ним вешаешь морковку, и он будет идти за той морковкой очень долго, вот. То, ну, я же не знаю, что они там о нем подумали. Да, при этом деньги на лечение не дали. Сказали, что за свой счет, в конце концов, сходишь на базар, продашь морковку, вот тебе деньги, значит, вот и полечишься заодно. Ну, вот. Как-то так получилось. Я даже не знаю. Вот что вы думаете по этому поводу? Мне все-таки кажется лучше, чтобы, если бы ему дали, например, два ведра лука и пакет с морковкой, все-таки лук, он как-то более сподручнее, нужнее. Опять-таки на России, вот видите, сейчас голодные времена, наступают цинга, а лук цинги хорошо помогает. Вот уже можно будет сказать, что, значит, и помогли чмобику, и спасли его, значит, цинги. Но это не точно.